Здравствуйте дорогие любители математики! Этот стрим посвящен экономической задаче из ЕГЭ по математике. В принципе, экономические задачи делятся как бы на две большие группы. Это задачи банковские и задачи на оптимизацию. И задачи оптимизации. Банковские задачи тоже делятся, можно разделить на два вида. Это задачи на кредиты или задачи на вклады. Хочется сразу отбросить какие-то задачи, чтобы не рассматривать теорию по задачам оптимизации. Теории как таковой нет. Они вообще в принципе самые простейшие из экономических задач. Это как задача текстовая, обычная из ЕГЭ или АГ. Текстовая задача, но на уровень выше, повыше, там high level. Задачи же банковские на кредиты или вклады в принципе одинаковые. Они одного плана. То есть одно начисляется сверху, одно прибавляется, другое вычитается. И там, и там. Они укладываются в такие схемы, как аннуитетные, дифференцированные, комбинированные или таблица. Задача на таблицу. Задача таблицы это тоже текстовая задача. Чуть-чуть посложнее, чем задача на оптимизацию. Для того, чтобы разбираться в задачах комбинированных уже, это как бы самое сложное. Надо хотя бы понять о том, как строится решение задач более простых, это аннуитетные и дифференцированные. Но так или иначе, в любом случае, экономическая задача стоит 3 балла. За что даются эти баллы? Первый балл ставится за математическую модель. Надо научиться ее оформлять, записывать. Второй балл за вывод расчетной формулы. И третий балл за получение правильного ответа. Начнем с аннуитетного платежа. Всегда в задачах по банковским кредитам или вкладам будет фигурировать сумма чего-либо. Кредита, долга, вклада и так далее. Ценные бумаги. Всегда будет фигурировать такое понятие, как процентная ставка. Обозначим это буквой R. Все обозначения, которые мы делаем при решении, они нужны для того, чтобы составить, опять-таки, математическую модель, написать условия, чтобы потом, когда вашу задачу отсканируют и выложат на просмотр для вас, чтобы вы могли показать это своему наставнику, учителю, репетитору и так далее. Чтобы он мог, глядя на записанные вами правильные условия, понять, что было дано. Мы же не имеете права переписывать полностью задачу. Да и времени на это нет. Нецелесообразно. Понять, что было в задаче и проверить, правильно или неправильно. Следующее обозначение. Для аннуитетного платежа нам удобнее будет показывать начисление процентов умножением на какую-то сумму. Какую сумму? Единица плюс R процентов делить на 100%. Если, допустим, у вас процентная ставка 20%, то этот коэффициент K будет равен 1,2. Дальше. Параметр, который, опять-таки, фигурирует в задачах постоянно. Это количество лет. Обозначим его буквой N. И, внимание, чем аннуитетный платеж отличается от других. X ежегодный платеж. То есть платеж будет всегда на одну и ту же самую сумму. Где A будет общая сумма. Вот. Это будет X умножить на N. И, внимание, все ежегодные платежи равны между собой. Тире это аннуитетный платеж. Эту фразу надо запомнить и всегда писать при решении, при оформлении. Чтобы вы заметили, что это такой платеж такого типа. Далее. Для оформления надо написать такую замечательную фразу. Отслеживаем сумму долга. И поехали. Записываем. Мы взяли кредит или у нас получили долг S. Начислены на него проценты. Умножили на K. Дальше делаем первую выплату минус X. Как бы зафиксировали. Один год уже есть. Затем. Опять начисляются проценты. Умножаем на K. И делаем выплату минус X. Зафиксировали следующий год. Опять начисляем проценты. Делаем выплату. Тоже зафиксировали этот год. И так далее. Умножили на K. Делали выплату. Поехали, поехали, поехали. В конце концов. В последний год начисляются проценты, делается выплата и с кредиторами расходимся по нулям. Вот это уже математическая модель. Дальше с этим уравнением стоит сделать следующее. Надо просто раскрыть скобки. Смотрите, S умножить на K, а потом еще раз на K и так далее. А на сколько лет, столько раз он умножается на K. Поэтому будет S умножить на K в степени N. S умножается на K в степени N-2 и так далее. Получается вот такое уравнение. При этом, обратите внимание, что во всех слагаемых, кроме первого, есть общий множитель X. Значит, стоит его вынести за скобку, выносим за скобку и получаем замечательную скобку. K в степени N-1 до единицы, но это фактически разность двух выражений, равна нулю. Стоит разделить по обеим частям уравнения. S умножить на K в степени N равно X умножить на скобку. Внимание, эта скобка есть не что иное, как сумма геометрической прогрессии. Напоминаю формулу суммы геометрической прогрессии. Вот для этого в восьмом классе вы и проходили геометрическую прогрессию. Дети, не вы, а кто-то проходил. Дети проходят в восьмом классе сумму геометрической прогрессии. Формулу только в 11 классе забывают, поэтому есть повод вспомнить ее. Это произведение первого члена на разность частного в степени N-1, деленную на частное в минус 1. Ну, в нашем случае сумма геометрической прогрессии будет равна вот этому значению. Подставляем его в предыдущую формулу и получаем S умножить на K в степени N равно X умножить на K в степени N-1 деленную на K-1. То есть отсюда выражаем X или S. А если мы выразили X, то можно посчитать, что A равно X умножить на M. Вот у них три основные формулы. И что в этих задачах может быть для того, чтобы вычисляли. Допустим, S можно найти, или процент начисления, или количество лет, или чем рано ежегодная выплата. Ну, фактически разделяйте таких типов. Этих задач можно наградить, допустим, четыре типа. Перейдем к следующему виду платежа. Это дифференцированный платеж. Опять-таки будет фигурировать сумма кредита, долга или вклада, процентная ставка. Но здесь удобнее считать не сумму, которая получится после начисления процента, а, собственно, ту сумму, которую начислили сверху на сумму долга. Это Q, равная R процентов, делить на 100%. Опять-таки будет фигурировать величина N. Это количество лет. Но платежи каждый год будут разные. X и это платеж в и год обозначаем. И обязательно каждую букву, которую мы записываем, надо объяснять, расшифровывать. Где X равно члена множества от 1 до N. При этом A общая сумма выплат. Опять-таки же. В этой схеме всегда долг уменьшается на одну и ту же величину. Сейчас я покажу, как это понять, что это значит. Но это значит, самое главное, что это дифференцированный платеж. Посмотрим, как он производится. Для начала, в качестве прямоугольника, обозначим сумму кредита долга или вклада. Это S. Поскольку долг должен уменьшаться на одну и ту же величину, значит, и мы знаем количество лет, можно эту сумму взять и разделить на N частей, на N ступенек. Поэтому можно написать S или N ступенек величиной S деленное на N. Вот такие ступеньки. И вот N деленное на N умножить на S. Или N умножить на S деленное на N. S деленное на N это одна ступенька. При этом на всю эту сумму начисляются проценты. Я хочу увидеть, чему равна сумма начисляемых процентов. Мы умножаем N деленное на N умножить на S. Умножаем на Q. И получается вот такая большая зеленая область. N ступенек S деленное на N умножить на Q. Это будут начисленные проценты. Для того, чтобы на следующий год, к следующему году сумма долга уменьшилась на одну и ту же величину, нам надо одну ступеньку убрать. Мы делаем выплату. Это одна ступенька и начисленные проценты. Тогда на следующий год у нас получается от этой башни вот такая вот величина. Опять делим на эти такие же ступеньки равные. Ступенька стала на одну меньше N минус 1 S деленных на N. Опять-таки начисляются проценты. N минус 1 умножить на S деленное на N. N минус 1 ступенек S на N умножаем на Q. Это начисленные проценты. На следующий год еще на одну ступеньку меньше. Опять делим N минус 2 S деленных на N. На них начисляются проценты. N минус 2 S деленных на N умножить на Q. И так далее. До тех пор, пока там две ступеньки. Можно написать здесь начисленные проценты. Будет N минус N минус 2 S деленных на N умножить на Q. Или будет 2 S деленных на N умножить на Q. Ну и последний год. Одна ступенька осталась. Выплатили. Да, начисленные проценты. И выплатили одну ступеньку. И начисленные проценты 1 деленные на N S Q. Но этот рисунок делать вовсе не обязательно. Это специально просто так для того, чтобы вы видели это в глазах. Потом представляли себе это в голове. Закрываете глаза и видите эту картинку. Ночью она, надеюсь, приснится. Но в оформлении ее рисовать не обязательно, а обязательно сделать следующее. Написать фразу. Отслеживаем сумму выплат. Или суммы выплат. Или суммы платежей. Как угодно. Первый платеж. Х первая. Это ступенька S деленная на N. Плюс N S деленных на N умножить на Q. Следующая выплата. Опять-таки. Одна ступенька S деленная на N. И начисленные проценты. N минус 1 умножить на S Q деленная на N. Я специально говорю этой фразой. S Q деленная на N. Чтобы обратили внимание, что общая E во всех этих начисляемых процентах будет S Q деленная на N. Третья выплата. Опять-таки. Ступенька S деленная на N. Плюс N минус 2 ступеньки S на N умножить на Q. Начисленные проценты. Ну и так далее. И последняя ступенька. Последняя выплата. Это последняя ступенька S на N. И S деленная на N умножить на Q. Обратите внимание, что первая слагаемая во всех выплатах одинаковая. Это одинаковая ступенька. То есть сумма долга уменьшающаяся на одну и ту же величину. И их N штук. Значит их, если мы сложим, будет N штук S деленных на N. То есть это будет S. А эта зелененькая, это будут начисленные проценты. И у всех у них есть общее. Это S Q деленная на N. Ее имеет смысл вынести за скобку. Итак, общая сумма A равно сумма с X первого по X n. Или N ступенек S деленных на N. И S Q деленное на N выносим за скобку. И в скобках остается N. Прибавить N минус 1. Прибавить N минус 2. Прибавить и так далее. Прибавить единицу. А это есть не что иное, как сумма арифметической прогрессии. А сумму арифметической прогрессии нас еще великий Гаусс учил. Надо посчитать первое с последним. Разделить пополам. И умножить на количество членов. Эта сумма арифметической прогрессии пишу для оформления не надо. Пишу для информации. Чтобы вспомнили, запомнили и использовали. Используем эту формулу и получаем выражение. N ступенек S на N. Прибавить S Q деленное на N. А дальше умножается на единица плюс N пополам. Множить на N. N сокращается в обоих слагаемых. Приводится к хорошему виду. Формула причесывается. И получается выражение, что A равно S умножить на Q умножить на N плюс 1 плюс 2 делить на 2. Что еще можно сделать? Можно выразить S. Получить. Таким образом, в этих задачах величины, которые могут просить найти, допустим, процентная ставка R, сумма вклада, сумма выплат или какой-нибудь платеж в какой-либо год тоже бывает. Ну, в принципе, вот она на этом вся теория. Главное понимать, откуда что берется, чтобы это использовать. Так, приступаем к использованию. Задачи. Решаем. Начнем решать задачи. Задачи отобрал специально такие, чтобы, ну, не самые уж простые, вот, но показать, как именно в них разбираться. Так, задача первая. Петр Иванович получил кредит в банке под определенный процент годовых. Их не буду читать полностью, а делаем так же, как и при решении текстовых задач, сразу начинаем оформлять, записывать условия. S. Это некая сумма кредита, которую Петр Иванович взял в банке. Под определенный процент. R. Это процент годовых. Ровно через год после начисления процентов Петр Иванович в счет погашения кредита вернул 2,13, то есть сумму, которую задолжал в том момент, а еще через год он занес сумму на 43%, превышающую величину займа, и тем самым полностью погасил кредит. То есть 2 года был срок кредита. Поэтому здесь по схеме простейший, как в аннуитетных платежах, нам удобнее коэффициент К использовать единицы плюс R процентов делить на 100%. И спрашивается нам у нас, каков процент игровых, то есть R надо найти. При этом N равно 2, это количество лет. X и т выплата в и т год, где и, либо, ну, принудит множество от 1 и 2. X первое, первое вывод, это 2,13 от той суммы, которую задолжал к тому моменту. То есть он взял кредит и на него начислили проценты. Это S умножить на K. 2,13 от SK. Или умножить на SK. X второе, это у нее сумму на 43 превышающую величину займа. Займ был на величину S, а на 43 процента превышающую, это 1,43. Все, две выплаты есть. Записываем, отслеживаем сумму долга. Взяли в долг S, начислен процент K, сделана выплата X1, на полученную разность начислили процент, умножили на K и сделали последнюю выплату и до свидания. Все, математическая модель готова. Осталось подставить X1 и X2 в это уравнение. Что здесь? Избавиться от S можно. Привести подобное, причесали уравнение. Получили уравнение для K в зависимости от K. Решаем это уравнение. Получается K квадратом на 169 сотых. Или K равно 13 десятых. Или 1,3. Логично понять, что R здесь равно 30 процентов. И это есть ответ, в принципе, на этом задаче. Решена. Такой, как бы, легкий аннуитетный платеж. Следующая задача. Банк представляет кредит сроком на 10 лет. Под 10 процентов годовых на следующих условиях. То есть у нас будет S сумма кредита. N 10 лет, количество лет на кредит. И R равное 19 процентов, это процент годовых. А дальше условия. Ежегодно заемщик возвращает банку 19 процентов от непогашенной части кредита. И 1 десятую суммы кредита. То есть, величинодолгую речь уменьшается на одну и ту же величину. Это 1 десятая. Процентная ставка 0,19. И как раз 10 лет, это будет 10 ступенек. Икситая выплата в этот год. Сумма долгая записываем обязательно. Уменьшается каждый год на S деленное на 10. Следовательно, это дифференцированный платеж. Общая сумма выплат это A. А найти надо A деленное на S. Это просто условие. Пока не математическая модель. А математическая модель после двух раз отслеживаем сумму выплат. И записываем каждую выплату. Икс первая, допустим, это ступенька плюс N ступенек S деленное на N умножить на Q. Икс вторая, это ступенька плюс N минус 1 на одну ступеньку меньше умножить на SQ деленное на N. И последняя выплата. Ступенька S на 10 плюс SQ деленное на N. Сумма выплат сделана. Записываем A равная X первая плюс так далее Xn. Записали первая ступенька S деленное на N ступенек S деленное на N. И SQ деленное на N умножить на скобку. А в скобке арифметическая прогрессия. Ну и по той же самой схеме написали, получили уравнение. Это вот теперь как бы математическая модель. А вот отсюда получаем формулу A деленное на S. Вот это формула. Ну и правильно подставьте эти значения Q и N. И получим 2.04. Ответ A деленное на S равно 2.0.45. На этом задача полностью решена на полный балл. Движемся дальше. Борис и Иван вложили деньги в общий бизнес. Для этого один из них добавил еще 1 миллион рублей, в результате чего его доля в бизнесе увеличилась на 0.05. Внимание, это никакой не вклад, не процент этой задачи на оптимизацию обычнейшая. Поэтому решаем ее как текстовую задачу. Пусть X это будет доля Бориса, а Y это доля Ивана. Тогда как показать, что доля во всем бизнесе, у одного, у кого, у Бориса допустим. Доля Бориса в общем бизнесе это будет X деленное на X плюс 10. Доля, дальше он там добавил 1 миллион рублей. После добавления им 1 миллиона, получится X плюс 1 деленное на X плюс Y и плюс 1. И она увеличивается относительно предыдущая. Предыдущая это X деленное на X плюс Y. Увеличивается на 0.05. 0.05 не процентов, ничего, а миллионов рублей. Специально, чтобы вас запутать. Дальше, когда он добавил еще 1 миллион рублей, его доля увеличилась еще на 0.04. Так, это было первое уравнение. Следующее, после добавления еще одного миллиона, X плюс 2 деленное на X плюс Y плюс 2. Или это от предыдущего значения, X плюс 1 деленное на X плюс Y плюс 1. Плюс 0.04. Уравнение номер 2. Дальше фраза. Сколько миллионов рублей ему нужно добавить, чтобы увеличить свою долю еще на 0.06. То есть, увеличение доли Бориса на 0.06 после добавления им величины D и D надо найти. Будет следующее. X плюс 2 плюс D деленное на X плюс Y плюс 2 и плюс D будет равна от предыдущего. X плюс 2 деленное на X плюс Y плюс 2 плюс 0.06. Уравнение номер 3. Ну, а дальше решаем как текстовую задачу. Берем первое уравнение, переносим дроби в левую сторону уравнения, справа остается число. Приводим к общему знаменателю, приводим подобное. И остается Y деленное на произведение знаменателей равно 0.05. Отсюда можно, что хорошего сделать? Выразить Y деленное на X плюс Y плюс 1. Это будет 0.05 от общей суммы этого бизнеса X плюс Y. Второе уравнение. Точно так же. Переносим дроби в левую часть уравнения, справа остаются цифры, приводим к общему знаменателю. Там приводим подобное. Остается Y деленное на произведение знаменателей равно 0.04. Опять выражаем общую величину. Здесь будет Y деленное на X плюс Y плюс 1. И будет равно 0.04 от суммы X плюс Y плюс 2. Значит левые части равны и правые части тоже равны. Получили вот такое выражение. Из него легко и просто находим, что X плюс Y равно 8. Теперь подставим X плюс Y сначала в первое уравнение. И найдем X оттуда. X будет равно 4.04. Подставляем в первое полученный X и значение X плюс Y равно 8. Можно Y посчитать. Это будет 8 минус 4.04. Это 5.6. Подставляем в третье уравнение. И получаем, что D оттуда будет равно 2. Ответ. 2 миллиона. На этом задача решена на полный балл. Движемся дальше. В июле планируется взять кредит в банке. Ага. Задача на кредит банковская. S сумма равна 10 миллионов рублей. Сумма кредита. На некоторый срок. N количество лет. Условия возврата таковы. В январе N года после взятия кредита долг возрастает на 5 умножить на N минус 1 процентов. По сравнению с концом предыдущего года. То есть даже процентная ставка такая плавающая будет. Так ее запишем. R процентов это 5 умножить на N минус 1 процентов. Процентная ставка. Значит с февраля по июнь. Каждый год. Вот эти слова. Февраля по июнь. Январь и так далее. В любом случае. Всегда. Просто отслеживайте. Что на начало года. Долг увеличивается на какую-то сумму процентов. На какую-то величину. А дальше происходит выплата. Необходимо выплатить часть долга. И на какую-то отчетную дату. Каждого года. Это долг должен быть на одну и ту же величину. Меньше долга. На аналогичную предыдущего. То есть. Долг уменьшается на одну и ту же величину. Это. Так. За кадром. Слышу подсказки. Чувствую подсказки. Что это. Дифференцированный платеж. Ну. Нам надо будет. Ку. Использовать. Это. Р процентов на сто процентов. Или пять умножить на минус один. Делить на сто. Обязательно пишем. Про выплаты. Икс и ты. В каждый год. И что долг уменьшается на одну и ту же величину. Что это. Дифференцированный платеж. Может быть. И не нужно. Но. Лучше показать. Что вы это знаете. Чтобы вам не. Как это. Чтобы вас поверяющий человек уважал. Просто таким человеком связывать не надо. Значит наверняка все там хорошо. Дальше. На какой минимальный и максимальный срок следует взять кредит. Чтобы наибольший игровой платеж по кредиту. То есть. Икс и ты. Не превысил три миллиона рублей. То есть. Мой наибольший. Это максимум. От икс и ты. Долг будет меньше. Лев равно чем три миллиона рублей. А спрашивается. Минимальный и максимальный срок. То есть. Минимум. Н. И максимум. Максимальное значение. Отслеживаем сумму выплат. Записываем. Первую выплату. Это ступенька. Плюс. Н. Ступенек. С на Н. Умножить на К. Можно. Привести. Как бы. Подобное. Да. Н сократить. Там. Н на Н. С. И подставить сюда К. Внимание. За первый год. Н равно единице. Один минус один. Будет равно нулю. То есть. Первая выплата. Сразу можно написать. Это будет. Одна ступенька. С деленная на Н. И так далее. Не будем фиксировать каждую выплату. Катая выплата. Это будет. Одна ступенька. Прибавить. Н. Минус. К минус одна. Делить на Н. Умножить. На. С деленная на Н. И умножить на процентную ставку. Только она теперь будет. Не процентная ставка. А процентная ставка на сто процентов. Это будет пять. К минус один деленная на сто. Но. Вот теперь. Причешем эту формулу. Получится. Вот это выражение. С деленное на 20 Н. Множить на вот такую вот скобочку. Где единица плюс произведение двух скобок. Н минус К плюс один. И К плюс один. И вот тут. Вот стоит действительно задуматься. И посмотреть. А когда эта выплата будет при каком значении К. Она будет максимальная. Ну можно там прикинуть где нибудь на черновике. Так или иначе. Выражение будет такое. Что максимальное это значение будет при К. Равном Н пополам плюс один. А вот это теперь уже просто готовая математическая модель. Теперь ее можно уже использовать. Икс Кадо это получаемое уравнение. Это 10 деленное на 20 Н умножить на 20 плюс Н квадрат на 4. Оно должно быть меньше либо равно чем 3. Получили неравенство для Н. Которое. Значение будет меньше либо равно 20 и больше либо равно 4. А отсюда делаем вывод. Что минимальное Н это 4. А максимальное Н это 20. Тоже задача решена. Можно вздохнуть и двигаться дальше. В распоряжении прораба имеется бригада рабочих. Что-нибудь полегче после такой сложной и умной задачи. Задача на оптимизацию. У прораба имеется бригада рабочих в составе 35 человек. Их нужно распределить на строительство двух частных домов, находящихся в разных городах. То есть пусть Х это количество рабочих на первом доме. А У это количество рабочих на втором доме. Их сумма равно 35. Дальше. На строительстве первого дома работает, если работает Т человек, то их суточная зарплата составляет 7Т квадрат денежных единиц. А на втором, если работает Т человек, то их зарплата составляет 3Т квадрат денежных единиц. Какое минимальное количество денежных единиц придется выплатить рабочим за сутки. Так и записываем. Зарплата за сутки. Это будет 7. Пусть Х это первое. 7Х квадрат плюс. Но не буду писать У. Выражу У через Х. Это будет 35 минус Х. Тогда плюс 3 умножить на 35 минус Х в квадрате. Это функция от Х. Остается найти производную эту функцию и найти ее минимальное значение. Рисуем числовую ось. Отмечаем то значение, при котором производная обращается в 0. Это 21 вторая. Расставляем промежутки знаков постоянства. Плюс и минус. Там, где производная отрицательная функция убывает. В этом значении это минимум. 21 вторая. И там, где плюс возрастает. Все. То есть мы получили точку минимума Х равно 10 с половиной. Все бы замечательно, но не надо забывать о чем задача. Задача идет про рабочих. И полтора землекопа нам здесь ни к чему. То есть количество людей на первом доме не может быть 10 с половиной. Оно может быть или 10. Тогда у будет равно 25 или 11. Тогда у равно 24. В первом случае подставляемое значение х и у в выражение зарплаты за сутки. Получаем 700 плюс 1875. Это будет 2575. И во втором случае у нас будет 847 плюс 1728. Это 2575. И там, и там одинаковая сумма получается. То есть функция симметричная. Замечательно. Тем более парабола. Итак, ответ. Значение этой зарплаты максимально это будет 2575 денежных единиц. На этом задача закончена. Достаточно простая. Как я и обещал, оптимизационные задачи достаточно простые. Следующая, чуть посложнее, чем оптимизационная задача, задача с таблицей. В июле 2023 года планируется взять кредит в банке в размере S 1000 рублей. Итак, S это сумма кредита. Где S? Внимание, натуральное число. Не надо это будет забывать. S это N, натуральное. Сроком на 3 года. То есть N 3 равно 3 количества лет. Условия его возврата таковы. Каждый январь долг увеличивается на 17,5% по сравнению с концом предыдущего года. То есть процентная ставка R 17% годовых. И здесь нам, как в аннуитет, нам тоже понадобится буква K. Единица плюс R процентов. На 100% это будет 1,175 тысячных. При этом выплаты X и Т, выплата в И Т, где И приближит множество от 1 до 3, 1, 2 или 3. И поскольку мы пишем условия, и в условии мы не переписываем условия текстом из задачи, надо эту таблицу как-то отразить. Мы запишем, что условия выплаты из таблицы, где S и Т остаток долгов в И Т год, S первое равно 0,9 S, S второе равно 0,4 S, а S третье равно 0. И найти, еще раз покажу, смотрите, найти минимум S. Это то, что надо найти. Минимальное значение S. Отслеживаем долг клиента. Опять-таки, по той же самой схеме, как мы это обычно делали, S умножается на K, делается выплата, на эту разность умножается K, то есть начисляются проценты, делается вторая выплата, опять начисление процентов K, и делается третья выплата X, третья и 0. Мы записали, что отслеживаем долг клиента. Как бы математическая модель даже здесь готова. Один балл у вас в кармане. Теперь приступаем к решению. Берем это уравнение и как бы делим его на куски. S, K минус X первое, это 0,9 S. Это S первое будет. Отсюда. K подставляем и находим X первое. Хорошо. Дальше. S первое получается равным 11,40 S. То есть у нас сумма, минимальная возможная натуральная S, может быть только 40. Извините, немножко небольшой сбой. Берем следующую скобку. Это 0,9 S минус X второе умножить на K минус X третье. То есть получается выражение 0,9 S K минус X второе равно 0,4 S. Отсюда получаем 263 S делить на 400. То есть, чтобы целое число получить, у нас S должно равняться, минимальное значение будет 400. Таким образом оно и там и там сократится. Будет 400 кратно 40. И ответ S равно 400. На этом и задача с табличкой решена. Ее гораздо лучше решать так, потому что у нас и математическая модель была, и с уравнением порешали, поработали, и число посчитали. Следующая задача. 3 января 2023 года Георгий планирует положить на депозит вклад размером 2 миллиона рублей. Значит, у нас есть S 2 миллиона рублей сумма вклада. Вот. И про сроки. 1 января каждого года банк начисляет 10%. Процентная ставка будет. Потом он делает, Георгий, дополнительный взнос на вклад, так, чтобы после этого разности между величиной вклада на 3 января и величиной вклада на 3 января прошлого года производили альфметическую прогрессию с разностью 1 миллион рублей. И определить размер начисления банка, если 2 января 2030 года на вкладе будет лежать 30 миллионов рублей. Значит, здесь N равно 7, R это процентная ставка, и начисление у нас удобнее будет делать, как начисление процентов, это Q, R процентов на 100 процентов, это 0,1. S и T это сумма вклада в и ты год при этом, и от единицы до N, но N не написал здесь, простите, что 7 лет. А и T это член арифметической прогрессии, то есть S и плюс 1 минус S и T, это арифметическая прогрессия еще с разностью D равная 1 миллион рублей. Главное зафиксировать хоть как-нибудь, что оно в условиях записано. X и T начисление банка в и ты год, а N равно 7 количество лет, как и говорил. И S седьмое равно 30 миллионов рублей. Все, условия написали. Для математической модели еще не дошли. Начисление A это сумма с X первого по X N, и их и надо именно начисление банка найти. Отслеживаем сумму вклада и записываем последовательно вот такие выражения. S первая сумма вклада. Это S плюс A первая. S вторая это S первая плюс A вторая. Но A первая и A вторая члены арифметической прогрессии. S третья это S2 плюс A третья. S четвертая это S3 плюс A четвертая. S пять это S4 плюс A пятая. S шесть это S5 плюс A шестой. и S седьмое это уже будут просто проценты начисления. Итак, здесь что? Раз у нас разность 1 миллион рублей, то первый член прогрессии, а первая будет 1. То есть S первая будет 2 плюс 1 равно 3. Ну тогда S2 это 3 плюс 2, 5. Дальше 5 плюс 3, 8. 8 плюс 4, 12, 12 плюс 5, 17 и 17 плюс 6, 23. С суммами вклада разобрались. Теперь с начислениями. Первое начисление это на ту сумму, которую мы положили на депозит, начислили процент. S умножить на Q. S было 2 миллиона, 2 умножить на 0,1 будет 0,2. Следующее. Это на S первое надо умножить Q. Будет 3 на 0,1 будет 0,3. И так далее. X третья это будет 0,5. X четвертая 0,8. X пятая 1,2. X шестое 1,7. X седьмое будет 2,3. Складываем теперь все эти начисления банка. 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 2, 1, 7, 2, и 3. И получаем общую сумму начислений. Да, размер начислений банка в 7 миллионов рублей. Все, это и есть ответ. Не забывайте записывать ответ. Даже если правильно решили задачу, я уже говорил. А не написали ответ, то получите 0 баллов. Ответ 7 миллионов рублей. Следующая задача. Егор положил в банк. Некоторую сумму денег. S сумма вклада. Через год после начисления процентов. Он добавил на свой счет сумму, составляющую 0,9 от исходной. В результате чего остаток на счете стал равен 3,4 миллиона рублей. А еще через год. После начисления процентов остаток на его счете увеличился в 2,2 раза. То есть всего 2 года было. 2 количества лет. R процентная ставка. После начисления процентов сказано. Какая не знаем. Ну и ладно. Какую сумму в миллионах рублей Егор положил в банк первоначально, если в конце каждого года банк начислял 1 и тот же процент годовых. Сумму вклада надо найти. Итак, поехали. Нас интересовать будет схема простейшая, как в ануитетном платеже. Это умножаем на К. К равна 1 плюс R процентов на 100 процентов. При этом первая выплата, это все еще в условии идет. Это 0,9 первое начисление банков. Добавка после начисления процентов в первый год. Х первое обозначен. Тогда получается СК плюс 0,9 С. У нас по условию сказано 3,4 миллиона рублей. Сумма на счете после начисления процентов и внесения добавки. А уже после еще одного года СК плюс 0,9 С начисляются проценты. То есть умножается эта сумма на К. Получается 2,2 от первоначальной суммы умноженной на С. Получили таких два уравнения. И решаем полученное уравнение. Получаем, что СК квадрат плюс С умножить на разность 0,9 К минус 2,2 равно 0. Избавляемся от С. Решаем квадратное уравнение СК. И вот здесь будет жуткий дискриминант. Я всегда еще ученикам своим дарю памятку по тому, как вычислять в уме, как быстро вычислять, как эффективно вычислять. Но и особенно, чтобы бороться с такими жуткими дискриминантами, как извлекать квадратные корни. Потому что гарантированно числа, которые вам будут попадаться, будут драконовские. Надо как-то с ними справляться и не пугаться. Так или иначе, решили квадратное уравнение, нашли корень. Плюс-минус не буду ставить, потому что минус отрицательных процентов не будет. Это будет вклад с отрицательным процентом, это будет не вклад в кредит. Здесь К равно 1,1. Отсюда подставляем это в первое уравнение. Получаем СК плюс 0,9. С равно 3,4 миллиона рублей. Отсюда, подставляя К равное 1,1, находим, что С будет равно 1,7 миллиона рублей. На этом задача решена. Ответ 1,7 миллиона рублей. Следующий задач. Задача на оптимизацию. Первичная информация разделяется по серверам 1 и 2 и обрабатывается на них. Вот один сервер, вот другой сервер. На вход получается информация и на выходе выходит информация. С сервера 1 при объеме Т квадрат гигабайт, входящий в него информации, выходит 30Т гигабайт информации. А у сервера 2 при Т квадрат входящий на выходе 36Т гигабайт, выходящий. Сделаем обозначение. Входящая информация Х маленькая, выходящая Х большое. Входящая на второй сервере У маленькая, выходящая У большое. Тогда входящая информация, она же идет как Т квадрат, да? Это Х квадрат плюс у второго У квадрат будет равна 3,3904 гигабайт. Можно еще написать, что Т меньше либо равно 65 и больше, либо равно 15, чтобы не забыть. Но что здесь спрашивается? Тиков наибольший объем выходящий. То есть максимум Х большое плюс У большое. Все условия написали. Дальше пошло решение. Мы решаем как текстовую задачу. Х большое плюс У большое это. Это есть 30Х плюс 36У. При этом У это корень квадратный из первого уравнения. Из 3904 минус Х квадрат. Подставили, получили что? Получили функцию f от Х. Ну а дальше дело техники. Нам надо найти максимальное значение этой функции. Записываем функцию, находим производную ее. Находим значение, при котором она становится равным нулю. Х будет равен 40. И показываем просто, что это точка максимума, удовлетворяющая условию, что меньше либо равно 65 и больше либо равно 15. Итак, мы значение Х нашли. Надо подставить его в выражение в f от Х. Получится, что Х плюс У равно 30 умножить на 40 плюс 36 корней из 3904 минус 1600. Опять будут корни, с которыми надо уметь бороться. Но так или иначе получается... Не так или иначе, а получается точное значение 2928. Это значение выходящей информации. Это ответ. Все, задача простая. Как текстовая задача она решена. Некоторые текстовые задачи бывают посложнее, чем вот такая вот, в кавычках, экономическая. Следующая задача. Михаил приобрел ценную бумагу за 9000 рублей. Ее стоимость в конце каждого года, последующего за годом покупки возрастает на 2500 рублей. Значит, здесь вклад. С 9000, стоимость ценной бумаги. Д равная 2500, ежегодное увеличение стоимости ценной бумаги. Мы сокращаем ЦБ. И спрашивается здесь, когда Михаил должен продать ценную бумагу и вложить деньги в банк, чтобы на банковском счете через 28 лет после года приобретения была наибольшая сумма. То есть, N равна 28 лет, но еще говорится, что в банке 15% годовых, а просто ценная бумага 2500 в год. Значит, R равная 15% это процентная ставка в банке. Процентную ставку в банке это просто у нас начисление процентов сверху. То есть, это Q. Это R процентов делить на 100% 0,15. Просто можно умножать S на Q и получается, что будет. При этом, мы дописываем условие K равного правительства, это количество лет до перевода ценной бумаги в банк. Для того, чтобы стоимость ценной бумаги осталась максимальной. Это было условие. Дальше необходимо закончить математическую модель. Но здесь она достаточно простая. Выгоднее всего приложить ценную бумагу в банк в тот момент, когда стоимость, на которую увеличивается ценная бумага, D, станет меньше, чем сумма начисленного процента на стоимость этой бумаги. То есть, Q умножить на S, Катая. В Катый год какой-то. Записываем это выражение. S это стоимость ценной бумаги. У нас K лет, получая на эту бумагу по сумме равной D, то есть плюс KD. На эту сумму начисляемые проценты умножить на Q будет. И вот оно должно быть больше, либо равно чем D. Работаем с этим выражением. Выражаем отсюда K. D делить на Q минус S. И все это разделить на D. То есть, умножить на 1 делить на D. Раскрываем скобки и получаем значение K, равное 3, 0 и 6 в периоде. Но поскольку K это количество лет, и оно у нас целые числа, оно не может быть таким дробным числом, тем более таким длинным, бесконечным. Вообще, K больше, либо равно чем 3 с хвостиком, это будет 4. Так, ответ K равно 4. Это и есть ответ в нашей задаче. На этом все. Раскланиваюсь перед вами за спасибо за внимание. Как говорится, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, задавайте вопросы. И приходите на наши следующие стримы. На этом все. До свидания. Продолжение следует...